Марина Писаренко, Вячеслав, а какой жанр вам нравится больше всего? Писать натюрморт, пейзаж или портрет? И отличаются ли ваши внутренние ощущения, когда вы работаете над портретом, над портретом или, допустим, пишете на пленэре? Да нет, пожалуй, Марина, не ощущается разницы никакой. Ну вот, например, вы любите человека, и нет никакой разницы, где его вы любите. В Москве или в Сан-Франциско, в путешествии где-нибудь, на яхте. Ваша любовь настолько безгранична, что она не зависит от места, где это происходит. Так и здесь. По сути, вся история живописи для меня связана с тем, что благодаря ей я просто ощущаю себя настоящим. И поэтому, какой бы жанр ни захватывал меня, это всё, что происходит, это некая благодарность существованию, которая дала мне возможность просто видеть. Вот глаза мои смотрят, вот открыт, бам, я вижу. Мы все видим одинаково, просто это видение определённым образом настроено, что можно сделать, занимаясь. И сам факт этого преображает всё. То есть я смотрю там на человека, если общаюсь с ним, я смотрю, ну, во-первых, это очень полно, объёмно такое, ну, такие встречи, разговоры, просто взгляд, он такой совершенно острый, такой сканирующий, пронзающий всё, как бы, да. И часто бывает такое, что, ну, вот с этой русалкой, например, да, которую вот я написал. Много ли это, это вот ощущение во мне живёт, что женщина – это самое, самое красивое, что создано на земле? Ну, начальством, да, которые, создателям. Самое удивительное, самое тонкое. И написать, я просто, это, это такой, можно сказать, этюд. Но тема, она во мне живёт. Вот, написать женщину такой образ ведьмы в хорошем смысле, в правильном смысле. Ведьма от слова ведает. Ведает, что такое жизнь, что такое любовь, что такое сила, что такое вообще всё. И я к ней подхожу и разные делаю варианты. И работаю сейчас над такой, ну, значительной для меня работой, ну, по формату, которая тоже вот русалка. И вот, вот что тут сделаешь? Вот всё как-то, вот я смотрю, общаюсь, но я не нахожу этого, этого взгляда, вот этого ведания, вот этого, в хорошем смысле, ведьмы, да, которая наделена мудростью, наделена знанием. Она всё может, она любит бесконечно тонко и глубоко, и жертвует, и, ну, в общем, совершенство некое, да. И вдруг я встречаю, вот, буквально, я на набросках просто заметил этот взгляд, который я давно, вот он внутри меня, я его вижу, но я его не находил ни в ком. И вот в этой девушке, которую я увидел на набросках, я его увидел, этот взгляд. И мне очень, конечно, я с ней договорился, и вот она пришла в студию, чтобы, чтобы я сделал эту работу. Так что, эта тема продолжается. Так что, образ русалки, для меня это некая метафора, конечно, но мне за этим, за всем кроется некая, вот, то, о чём я говорю, да, некая, некая мудрость такая женская, некое, нечто самое удивительное вообще. Для чего женщина рождена, что ли? Её сущность, её настоящность. Такого слова нет, но вот теперь есть. Так что, ну как, как, как описать те переживания, которые происходят, когда ты пишешь? Это невозможно. И что бы это ни было, портрет, пейзаж, натюрморт, это, в принципе, это некий, некий такой разрывающий тебя поток на части, душу рвёт. Еле, 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 возможно, это удержать, потому что, ну, сердце разрывается. Но, пожалуй, всё-таки с человеком, пожалуй, это может быть, может, как сильней, что ли, я не знаю. Хотя, всё равно это переполнение одного качества, одного порядка. Так что, в этом смысле, живопись для меня некий инструмент, который тебя делает таким, благодаря которому, вот как начальство создатель придумал, он дал нам различные инструменты для того, чтобы мы смогли быть настоящими. Их много, этих инструментов, Господи, но любые. Можно готовить пищу, и она будет удивительно вкусной. Можно, просто, когда ты готовишь, будь этим настоящим. И всё, что ты будешь делать, будет удивительно вкусно, и будут это оценивать другие. А если ты думаешь, как всё плохо, ой, какой же он подлец, мне ещё ему готовить, ну, конечно, вкусно не будет.